Всем привет! И в этом транспортном блоге мы поговорим про 30-й автобус, который все так и не вышел на линию, про новости, связанные с переходом маршруток на среднюю вместимость, а также еще немножечко про БУ-троллейбусы из Москвы. 27 января 30-й автобус ожидаемо не поехал. Вместо этого был объявлен конкурс на временное свидетельство на перевозке по маршруту номер 30. Все, как я и ожидал. То есть логично, что вначале должен быть конкурс. Конкурс хотели проводить довольно-таки быстро, но, судя по всему, по-прежнему заявок не видать. В реестре на 30-м автобусе перевозчик так и не появился. Я вообще уже высказывал свое сомнение насчет необходимости этого самого автобуса, потому что это банальный дублер 9-го троллейбуса. Если действительно в таком подвешенном состоянии находится 71-я маршрутка, которая ходит в Березовый, то мне кажется уж проще или даже городить отдельный маршрут, там 71А, там какая там буква, и выдать на него временное свидетельство, а потом уж потихоньку отзывать у 71-го. либо побыстрее работать с заменой вот этого нерадио-перевозчика на другого. Надо понимать, что у нас у перевозчиков довольно-таки мало желания и возможности выходить на маршруты с автобусами средней вместимости. Те перевозчики, которые правильные, которые соблюдают все вот эти вот правила по реестру, они уже перешли. И выходить куда-то еще с этой средней вместимостью, по-видимому, они не собираются, потому что это дополнительные затраты. А куда вопрос в ургончики-то девать? 30-й автобус не вышел и, скорее всего, не выйдет. В общем-то, несколько лет назад уже пытались так вернуть к жизни несколько маршрутов, на которых работали пазики до начала 10-х годов, и безуспешно. Зато недавно пришли хорошие новости касаемые перевода маршруток на среднюю вместимость. Значит, переход на маршруте номер 99, один из таких, заменить который на настоящий момент чем-то очень тяжело, и по-хорошему он должен был быть сохранен, как ни странно, хотя 99-я маршрутка дублер третьего троллейбуса. И при этом практически полностью закончил переход на среднюю вместимость на маршрутах 53 и 65. И складывается такая уже четкая картина мира, что перевозчиков сейчас можно разделить на три категории. Первая категория – это перевозчики, которые соблюдают вот эти вот правила перехода на среднюю вместимость и уже по большей части свои маршруты перевели. Это Рязань Трансавта, это ИП Глебов и это ИП Захаркина. Есть такие перевозчики, которые по неизвестным причинам не закупают пазики и при этом являются довольно-таки крупными. У них по-прежнему в распоряжении несколько десятков фургончиков. И, как правило, они обслуживают не один там какой-то маршрут, а сразу несколько. И есть еще всякие маленькие перевозчики, у которых и так попарят ройки фургонов на маршрутах, которые должны переводиться. Часть уже тоже перешла на среднюю вместимость. Ну, например, это ИП Савенков или ИП Анисимов на маршрутах 47-98. А есть те, которые еще за этим не поспели. Но, с другой стороны, их можно понять. У них не такие уж и большие доходы, чтобы они могли позволить себе закупить целый пазик. А то и несколько пазиков. Так что будем следить за развитием событий. Вполне возможно, что в феврале уже начнут спрашивать тех перевозчиков, которые не перешли на пазики, почему. Ну, и еще одна новость, связанная на этот раз с троллейбусом. Напомню, что до воскресенья проводится голосование за первый троллейбус. На сегодняшний день я снимаю вообще в пятницу, 31 января. Вариант с сохранением первого троллейбуса опережает второй вариант на 200 голосов. Посмотрим, сохранится ли это преимущество или будут приприняты еще какие-то меры. Ну, а что касается прибытия троллейбусов из Москвы, то начали поступать более простые ЗИУ-682ГМ с широкой передней дверью, которые в поставке на сей раз будут в большинстве. Чуть больше 40 штук. И, к сожалению, они довольно-таки долгое время находились в парке под открытым небом. Даже еще больше, чем те троллейбусы, которые стояли в седьмом автобусном парке. И которые уже приехали в Рязань. И вполне возможно, что вот эти вот самые ЗИУ-682ГМ многие просто не поедут. Уже даже жители Рязани фотографировали, в каком они состоянии, прям с откровенными дырами в кузове. По-хорошему, конечно, и эти троллейбусы можно спасти. Провести им плановый ремонт там, в том числе с заменой кузова, хотя это будет тяжело и довольно-таки дорогостоящее. Но, допустим, Ёжка Ролемина так и делают. Они потихоньку делают свои троллейбусы, которые они получили от Москвы, и выпускают их потом на линию. Их состояние очень даже хорошее с виду. То есть нет вот этой вот ржавчины, около колесных арок, как у нас. Допустим, у нас тоже есть уже положительный пример. Это троллейбус 1107, которому ремонт провели, и выглядит он вполне себе нормально. Так что да, несмотря на то, что некоторые машины находятся в не очень хорошем состоянии, спасти их еще можно. Но есть еще и другие проблемы. Например, один из троллейбусов, который был получен из Москвы, в нем частично отсутствует электроника. И, скорее всего, этот троллейбус навряд ли куда поедет. Потому что откуда брать эту самую электронику? Предположительно, ее вынули еще в Москве. Шикарно, да? Ну, увы и ах, так получилось. Я все еще не буду гадать, сколько реально троллейбусов московских выйдет на линию. Будем смотреть. В начале февраля уже обещали их выпускать на линию. Так что вполне возможно, что они уже выйдут на линию прям 3 февраля. Маловероятно, на мой взгляд, но все может быть. Поэтому, если 3 февраля троллейбусы из Москвы еще не выйдут, то, я думаю, самое время покататься на троллейбусах ЗИУ-683Б, для которых, по сути, настали последние дни. Но на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok